всем привет меня зовут диско-дансер ронин и сегодня у нас будет очередное открывание посылки из сша тут у меня даже есть фирменное логу видите доставить кому диско-дансер ронина я наконец-таки приобрел себе новый канцелярский нож брауберг мы откроем любую посылку давайте же посмотрим видеть как он красивый круглый закругленный все все как надо не то что моё говно старый нет или Мои текущие покупки на эту посылку. Что же у нас первое появляется из пакета, из белого пакета. Микрофонный кабель, это для моего нового микрофона. Ну вроде почитал я HOSA Technology, вроде довольно таки неплохие отзывы от него, ну на него. Блин, сильный. Ну кабель короче кабель, ничего такого невероятного нету тут. Смотрите-ка, термогризли, одна из самых производительных их пласт, не считая жидкий метал, по-моему у них там самый крутой. Ну вот это вот именно с того, что можно намазать, это одна из самых крутых. Я хочу провести тесты, снять короче с видеокарты термопласту, с процессора и посмотреть что же получится с термогризли. Действительно она такая крутая, это все шляпа и эти 25 баксов, по-моему это в районе, сколько там стоило, 2000 по-моему. Все это фигня и короче можно было бы ее не покупать. У меня кстати тут 11 грамм. Хватить его должно надолго. Самые большие у них там по-моему есть на 30 или 28 грамм. Но они стоят какие-то нереальные. Сумму 5000, столько за термопласту я конечно еще не готов отдавать. Дальше мы переходим, посмотрим что у нас еще внутри. Опять какие-то fruit snacks. Тогда кстати их не было в предыдущей посылке. Ну я думаю тут смысл в том, что если вы заказываете чуть дороже там доставка, они вам кидают ее, ну из бандерольки. А если уж совсем дешево, там до 10-15 баксов посылка выше, то фиг вам, ничего вам не кидает. Мой новый кейс, чехол, точнее для моего нового, ой моего нового, точнее старого телефона, нот восьмого. Сейчас давайте сразу его вскроем, посмотрим, мне даже само интересно как он выглядит. Тот который у меня сейчас, New King, китайский, он меня достал, он хороший как бы, но он слишком толстый. И получается эти кнопки, Bixby, кто вообще этот Bixby придумал? Баран какой-то. И он можно конечно выключить, но мне руки до этого не доходят. и он мне все время мешается, потому что он все время, гандон этот штук не включается бесконечно. И так раздражает меня, что просто невозможно. Это должен быть потоньше, чем и New King. Вот так вот он выглядит, вроде неплохо. Купил я его оттуда, потому что, потому что, ну изнутри тоже довольно таки миленький. Потому что это только по Америке доставляют. А в нашу страну, под названием Российская Федерация, доставить ничего не доставят. Ну вроде довольно таки неплохой чехол, красивый. Сделан даже по-моему лучше, чем мой New King. Кстати, где вот он? Сейчас я вам покажу. А вот и мой New King. Ну сейчас он конечно что-то под задроченный чем-то. И непонятно, ну в смысле хламом. Вот эти вот долбаные хреновины, короче, они забиваются грязью. Ну и вот сейчас по-моему даже видно. Их потом хрен вытришь. Вот так они выглядят. Китаец против китайцев, в принципе. Но вот этот мне больше сейчас уже нравится. Ну и вот по толщине зацените. Ну хотя, если честно, не сильно большая разница. Но она вроде есть. И вот тут еще гениальная история с ним. С Ньюкиным этим. Тут они вставили магниты. Представляете? Чтобы их можно было заряжать или как-то там цеплять. Короче, их не какой-то штуки. Типа там на машину покупаешь. Крепление или что-то такое. Оно на магнитах. И типа так она примагничивается. Но смысл в том, что в Note 8 есть штука. Это как стилус. И когда тут магниты стояли. Когда я только одел этот телефон. Он сразу считает, что ты достаешь этот стилус. И эти магниты вообще они в жопу не нужны. Новый у меня магнитик. Вот такой вот. Собака Супермен. И бандеролька. Прикольнее, кстати, они делают все-таки. Но что-то интересное в этом есть. Это у нас самое, пожалуй, интересное из этой посылки. Мой новый конденсаторный микрофон аудиотехника 2035. АТ2035. Правда, я еще не знаю, как это вообще все работает. И он, конечно же, у меня был. Я надеюсь, что надо бы, конечно, как-то капсуле тут посмотреть. Вроде выглядит, в принципе, так, как будто ничего не разбито. Я очень надеюсь, что так, как на самом деле и есть. Видите сами состояние. Есть вот коцка небольшая. Я, конечно, надеялся, что он... Ну и тут есть. Что этот чувак мне еще что-нибудь таки нет. Он такой довольно увесистый. Ну, кроме этого, короче, микрофона у меня тут больше ничего нету. Теперь вы будете слушать меня в HD качестве. Нет, даже в студийном качестве. Потому что мой сейчас микрофон, который я использую, называется Sony Shotgun. Микрофон от видеокамеры. Но в скором времени это все уйдет в прошлое. Я выйду абсолютно на новый уровень. Это у нас звуковая карта. Внешняя. Focusrite Scarlett 2II. Версии 2i2. Даже так вот. Второго поколения. Тоже БУ. Ну, как вы видите, тоже пыльная. Ну, все как я люблю. Вот. Ничего такого тут, в принципе, про нее не расскажу интересного. Она вот USB-шная. У нее есть фантомное питание. USB-шника нету. Замечательно. Ну ладно, у меня есть. Это не проблема. Вот. На два микрофона я купил. Не знаю зачем, конечно. Но почему-то на Solo такую же версию. Отзывы плохих больше, чем на версию с двумя микрофонами. Как такое возможно? Ну, не знаю я. Короче. Но в итоге я решил остановиться на нем. Ну, плюс у меня оказалось еще там по ценнику довольно она дешевле. Ну, вот и все, что я вам хотел показать. Это мои были новые ништяки. Я вам опять напоминаю, что США все-таки намного дешевле. Всякие такие вещи. Даже если вы покупать будете с магазина вот эти все аудиотехники и Focusrite, Scarlett, да даже та самая Thermo Grizzly тоже выходит где-то на 500-600 рублей дешевле, чем в России. Единственное, что стоит подождать. Ну, по времени. Ну, а если вы покупаете, как я там, допустим, использованное, то там можно сэкономить гораздо больше. Имеет смысл хотя бы посмотреть. Возможно, вам что-то придется по душе. И вы все-таки рискнете, а потом вы для себя откроете. Мир большой всяких вещей, которых можно там купить намного дешевле. По качеству абсолютно одинаковому. Даже, может быть, лучшему, чем покупать в России. Я уже забыл, когда я покупал что-то в России такое. Ну, не за исключением там всяких видеокарт для компьютеров. Я занимаюсь немного компами и такие вещи приходится покупать тут. А вот такие вот какие-то микрофоны, звуковые карты. Легче купить там. Гораздо дешевле выйдет. Или ноутбук какой-нибудь игровой. Тоже будет намного дешевле, чем покупать у нас в России. Ну, а на этом у меня, в принципе, все. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok